Нагайское этническое движение Нагайское этническое движение, оно в современности находится в эпоху миграций. Вообще, нагайцы пережили в истории несколько волн миграции, и самое крупное – это в 18-19 веках в Османскую империю. Нагайское бухаджирство случилось раньше черкесского, и поэтому о нем практически ничего не говорят, хотя по масштабу оно было сопоставимым, если не большим. И в силу этого есть много разных групп нагайских в Турции, на Ближнем Востоке, в Румынии, на Кавказе, Нижней Волге, не считая групп нагайского происхождения, это и Нагай Крыма, и Казак Нагай Западного Казахстана и так далее. Пережили нагайцы две серьезные травмы. Это травма седентаризации, и из-за того, что их очень жестко посадили на землю, они в течение всего советского периода были наименее подвижными на Кавказе. И травма потери шанса на автономию. То есть весь советский период нагайцы были вот такими непрекаянными, да, они были разделены между, даже вот в составе Нагайской степи, они были разделены между тремя субъектами. Чия СССР, Дай СССР и Ставропольским краем. Ну и когда вот Советский Союз закончился, начались постсоветские эмиграции, это крупные города, Север, Сибирь, эмигрировало до 40% нагайцев. То есть сразу же снялись с места, и вот сегодня, на сегодня, около 40% нагайцев проживают за пределами их традиционных ареалов. Старейшее нагайское движение Берлик, которое возникло на склоне Советского Союза, оно как раз-таки ставило целью решить вот эту вот вторую травму и хотело добиться территориальной автономии для нагайцев. Оно сегодня практически перестало существовать. Но это вот общее для всех народов. Точно так же Тенглик Кумыкский перестал существовать, точно так же Лизгинский Садвал перестал существовать. И вот основанный на вот этих организационных принципах Берлик, с ячейками, собраниями, съездами, лидерами, которые постепенно обрастали, разными связями и так далее, он, в общем-то, где-то еще в начале, наверное, 2000-х годов стал абсолютно неповоротливым, неадекватным, быстро меняющейся ситуацией. И вот как раз в 2010-е годы появляются новые лидеры, молодые, которые стали пересматривать цели и задачи движения. И такая отличительная черта, что большинство этих лидеров выросло в миграции. В Ногайском этническом движении есть две модели этнической сборки, представлены две модели. Про казахское, которое говорит о том, что нагайцы и казахи – один разделенный народ с общей историей и судьбой. Ну, я должен сказать, что нагайцы, казахи и каракалпаки – вот это вот три народа, очень близких по языку. Они объединяются в нагайско-кепчахскую группу тюркских языков. И вот этот взгляд про казахский, он говорит, что Казахстан является общим для казахов и нагайцев государством. И поэтому необходимо отказываться от кавказских заимствований и сближаться с единокровными казахами. Для чего это нужно делать? Ну вот возвращаемся к травме, да, потери шанса на автономию. Якобы Казахстан может поднять обсуждение проблем нагайского народа на межгосударственный уровень. И тогда вот Россия будет обращать внимание на нужды нагайского народа. Вторая модель – это кавказская или самобытная, которая говорит о том, что нагайская история тесно связана с Кавказом. На Кубани, нынешней территории Ставрополя, в нагайской степи находятся древние кочевья. И, соответственно, нагайцы – это самобытный тюркский народ с собственными прежними государственными традициями, культурой и так далее. И у нагайцев очень много общего с кавказскими народами. Вот эти две модели сегодня находятся в состоянии очень серьезной такой дискуссии. В открытый конфликт непереходящий, но вот достаточно, в общем-то, раскаленная ситуация сегодня. Надо сказать про турецкую нагайскую общину. Она численно сопоставима с российской. Просто даже сохраняющих язык в быту около 100 тысяч человек. В России по последней переписи чуть больше 100 тысяч нагайцев. И она, эта община, может потенциально вырасти в силу наличия большого количества туречных нагайцев, которые постепенно вспоминают о своих корнях. И сюда же входят и нагайские общины из Турции, которые сложились после миграции турецкой, в которую входила и нагайская миграция из Турции, в странах Европы. Но вот следует обратить внимание на то, что все смыслы нагайского движения вырабатываются в России. Потому что в Турции все турецкие общины являются предметом соперничества указанных двух партий. Очень оживленная дискуссия в нагайских сетях произошла после выхода в свет в 2020 году. Книги одного из лидеров московской общины Мурада Заргишиева. Вот обложка этой книги. «Ногайлэ. Белый сокол золотой орды». Она была воспринята, в общем-то, как манифест про казахской партии, потому что основная мысль этой книги в том, что якобы в период Золотой Орды существовала общность, которая называла себя Ногайлэ, и которая является предком трех народов, нагайцев, казахов и каракопаков, ныне самых близких по языку. Но оппоненты говорят о том, что эта книга, прикажущейся такой патриотичности, прикажущейся такой проногайскости, на самом деле подготавливает почву для того, чтобы нагайское духовное наследие было передано казахам. Потому что приводится пример того, что во многих казахстанских изданиях уже классики нагайской средневековой поэзии, например, Досмамбет Азовский, просто называются казахскими. То есть уже никто не упоминает на то, что они были нагаями. Вот. И как раз говорить о том, что был некий нагайлинский период, значит говорить, что и наследие общее. То есть если мы из одного котла, то, соответственно, и вот это все наследие общее. Поэтому давайте не говорить казахам, что это были нагаи. Но сторонники нагаилинства в ответ, напротив, говорят, что это казахи должны признать свои нагайские корни и уже потом претендовать на общность наследия. Ну, в общем, вот такого рода серьезные дискуссии происходят сегодня. Идет и борьба символов. Она идет в сторону более ясного выражения этничности, потому что используется тамга золотардынского темника Нагая, который считается легендарным предком нагайцев. И в сторону исламизации, потому что очень часто критикуются языческие по происхождению вот этот вот образ крылатой волчицы на голубом полутнище. Это вот первый нагайский символ. Вот его все чаще и чаще критикуют. И вот это вот тамга, тамга темника Нагая, вот к ней обращаются все чаще в символике. Но и происходит и размежевание нагайских сетей по используемым символам. Крылатая волчица, ну, безальтернативно популярна в Турции. Как ни странно, несмотря на то, что нагайская община в Турции очень исламизирована, но вот языческий символ лучше прижился там. Белая тамга Нагая на красном полотнище, то, что я вам показывал, она популярна на Кавказе и в Астрахани, и во многих мигрантских общинах. И сети очень активно участвуют в борьбе за нагайскую идентичность, потому что она очень, как сказать, напряжена сейчас в некоторых пограничных областях, и в частности вот в Астраханской области, где буквально за два десятка лет численность нагайцев выросла с нескольких десятков до более чем 7 тысяч, ну, не за счет миграции, а за счет того, что карагаши и юртовцы, вот местные группы, которых называли астраханскими татарами и которых записали, собственно говоря, татарами в советское время, они все больше стали вспоминать про свои нагайские корни и обратно записываться в нагайцев. И сегодня активно действуют сети вот в этих двух нагайских группах, в сетях действуют также и религиозные деятели, ну, в частности, юртовский нагайец Ильдар Хазрат Даиров, он очень активно вот в этом движении участвует, вот он, это с его страницы в Инстаграме, он держит как раз вот тамгу Нагая на красном полотнище, где написано «юртовские нагайцы» и внизу хештег «мы нагайцы» без нугайлар на, кстати, юртовском диалекте нагайского языка, что очень интересно. И вот один из аргументов в том, что юртовцы, особенно и карагаши, должны возвращаться к нагайской идентичности, это сохранение памяти о родоплеменной структуре карагаш-юртовско-ногайского сообществ, которое связывает их с другими этнографическими группами нагайцев. Вот в частности, да, вот род Канглы, который в состав юртовских нагайцев, кстати, хазрат вот из этого рода. Алаш, у карагашей найманы, сииты и так далее. Ну и одна из историй успеха сетевого движения нагайского – это борьба за землю. Транснациональные нагайские сети показали свою эффективность в 2017 году, когда глава тогдашней республики Дагестан Рамазан Абдулатипов вдруг принял решение легализовать два населенных пункта незаконных, которые возникли на землях отгонного животноводства, на землях сельскохозяйственного назначения, на которых нельзя строиться, не должно вестись капитальное строительство. Там выросло два населенных пункта, населенных, соответственно, не нагайцами. И это решение Абдулатипа вызвало огромный резонанс в нагайских сетях, которые быстро мобилизовались, объединились. В 2017 году все противоречия были отложены, и все практически сети объединились для решения задачи не допустить этой легализации и вообще привлечь внимание к проблемам земель отгонного животноводства в Дагестане. И сети практически все, включая с Ближнего Востока, с Турции, с Москвы, с Ургута, Нового Уренгоя, все буквально выступили единым фронтом. Был проведен пятитысячный митинг в Тереклимик Тебе, в райцентре нагайского района Республики Дагестан. И, собственно говоря, власти отказались от планов, и вот эта история даже, скорее всего, стала последней каплей, склонившей Федеральный Центр к решению отправить в отставку Рамазана Абдулатипова. То есть в данном конкретном кейсе сети показали высочайшую эффективность. Таких результатов прямых никогда не достигали организованной формы, то же самое движение Берлег и так далее. Но в своей деятельности сети, конечно же, используют потенциал формальных организаций и федеральной, и местных национально-культурных автономий. И, в частности, в 2018 году благодаря такому взаимодействию был получен президентский грант на издание Большого Ногайско-Русского словаря. То есть ребята из сетей участвовали в написании заявки. Но в то же время, вот, в значительной мере деятельность сетей и формальных организаций происходит в параллельных плоскостях, очень редко пересекаясь. Из других форм активизма, это вот Всемирная Ногайская футбольная лига, онлайн обучение языку. И вот буквально вчера был открыт проект онлайн-библиотеки и запущена таковая библиотека при участии активиста Союза Ногайской молодежи Радмира Нуралиева. Вот есть адрес этой библиотеки, собственно говоря. В чем основы вот этого Ногайского проекта, который все эти реализуют? Да, то есть от автономии отказались, поскольку это нереально, да, добиться автономии. Поэтому сегодня этот проект движется в сторону собирания народа в экстрадиториальной форме. То есть через вот эту вот причастность и как раз через эти сети. И наряду с обращением к этническим символам, да, привлекаются и религиозные символы. Ну, например, ханафитский масхат, как традиционная духовная основа народа. И вот этот вот аргумент, что религия не только не против этнической идентичности, но и поощряет сохранение своих корней через память о предках. Это очень хорошо работает, да. И вообще ислам все чаще воспринимается как потенциально объединяющий фактор для разнообразных культурно-диалектно групп анагайцев. И все это координируется с помощью анагайских пабликов и групп в социальных сетях и так далее. Почему использована именно метафора сети по отношению к самоорганизации народа? И не являются ли формальные организации некими узлами этой сети? Спасибо огромное. Относительно сети, да. То есть, ну, мне кажется, что вот именно слово сеть очень хорошо описывает то, чем эти... Это явление является, собственно говоря. То есть, это действительно сеть с разными вот этими самыми узлами, действующими лицами. И формальные организации не всегда являются узлами сети. Вот если взять, допустим, Ногайское национальное движение, то федеральная национально-культурная автономия, например, тоже не является частью сетей Ногайских, потому что она практически никогда не участвует вот в этом активизме сетевом, который очень серьезный. То есть, у ФНК Ногайцев свои задачи, своя формальная деятельность, их я бы не включал бы в эти сети. И они действительно не включаются в сети, они действительно действуют, живут параллельной жизнью, скажем так. Хотя, действительно, вот иногда, наверное, формальные организации могут быть узлами сетей. Каким образом в указанных вами событиях 2017 года, связанных с семейным вопросом, эти национальные сети, будучи виртуальными, смогли повлиять на политических лидеров, оппонентов и их решения? Дело в том, что... Ну, вот это кажется, что это виртуальные, да, потому что в основном сети сегодня, ну, это наиболее удобно, да, используют интернет, используют там WhatsApp, Telegram и так далее. Но в реальности это реальные сети. То есть я... Поэтому хочу, да, сказать, что не надо путать это с сетями интернетовскими, потому что это реальные сети, реальных людей, которые связаны друг с другом в силу вот этой вот территориальной разбросанности народа и в силу того, что актив там, да, может находиться в Стамбуле одновременно, в Новом Оренгое и в Тереклимик Тебе. Ну вот. Удобнее всего использовать WhatsApp, допустим, да. Вот. И когда все это началось, во-первых, соцсети живо отреагировали, то есть решение Абдулла Типова было выставлено на всеобщий обзор. Все сети практически были единодушны, то есть и московское сообщество, и его противники, все однозначно пришли к решению, что этого допускать нельзя. И дальше пошла работа в этих же сетях, то есть люди стали решать, что делать. Вот. Были проведены совещания, в частности, конкретно даже в Москве вот физически встретились люди, обсудили сложившуюся ситуацию и продумали стратегию. И одним из таких вот аргументов, одним из основных действий были протесты, которые в Тереклимик Тебе организовывались. В сетях решили, что давайте мы будем говорить о том, что вот экологически есть проблемы, есть проблемы с этими двумя населенными пунктами, которые нам абсолютно не нужны, да, и так далее, и так далее. И вот кульминацией стал вот этот съезд пятитысячный. Пять тысяч было собрано в районном центре, в котором проживает восемь тысяч. То есть это был огромный пик демонстрации эффективности сетей. Этот съезд собрала не федеральная автономия, не Берлик, этот съезд собрали сети, вот эти самые. И в конечном итоге вот на этом съезде все было очень открыто, были поставлены эти вопросы, и власти были вынуждены просто прислушаться. То есть это не виртуально, это все совершенно реальные люди и реальные сети. Если посмотреть на общенациональную сеть и отдельные локальные общества, часто они существуют в разных реальностях. Затрагивают ли ногайские сети вопросы, которые происходят на Земле, в каких-то локальных пространствах? Действительно есть какая-то повестка сети общая, есть локальные повестки, которые тоже активно обсуждаются, активно и имеют чисто такое локальное значение, но вот в случае с ногайскими сетями я бы хотел сказать, что здесь все-таки вот эта вот активность общая ногайская, она часто, как бы сказать, она часто очень... Ну, на Земле, например, очень часто я слышал раздраженные, вот они живут в этом мурингу, и что им у нас нужно? То есть сеть очень активно вмешивается в то, что происходит на Земле, и это просто вот даже на Земле вызывает очень часто раздражение, да? То есть вот эти вот люди, пусть себе живут в мурингу, и говорят некоторые. Понятно, что, да, это вот как раз-таки результат вот такой вот активной включенности этих сетей в то, что происходит на Земле. Не знаю, насколько это именно конкретно ногайские сети отличает, да, я думаю, что, скорее всего, это отличает любые дагестанские сети тоже в том числе, да, то есть активное участие в том, что происходит на Земле, вот. И в этом смысле даже локальная повестка, которая есть, да, которая обсуждается, она не столько даже заметна вот исследователю, скажем так, да? То есть когда ты включаешься в эти сети ногайские, там вот просто вот эта общеногайская повестка, она затмевает часто вот все то, что на месте людьми обсуждается, и обсуждается довольно активно. Вы упомянули о неформальных лидерах ногайской сети. Не подсчитывали ли вы количество подписчиков в социальных сетях на аккаунтах этих лидеров? Это может являться неким показателем их лидерства? Я, да, слежу за этими неформальными лидерами своих деятельностей, да, смотрю, я их фанат, вот, конечно же, я смотрю и количество подписчиков, и это действительно один из таких вот, скажем так, как сказать, один из маркеров их популярности, да? Но не столько подписчики, вы сами знаете, что в сетях, допустим, количество подписчиков там лимитировано, да? Ну, не больше пяти тысяч. Все, это твой потолок. Ну вот, очень хорошо о популярности того или иного человека говорят лайки. Вот. Да, вот количество лайков очень хорошо показывает, да, во-первых, лидеров, и во-вторых, очень хорошо показывает, насколько та или иная точка зрения поддерживается, вот, аудиторией, которая есть у этого человека, допустим, да? Вот. Это не совсем релевантные, может быть, результаты, но какие-то тенденции, да, они обнажают, скажем, вот этот вопрос, например, очень сильно беспокоит людей, а этот вопрос не сильно беспокоит людей. Вот здесь вот, вот эта точка зрения людям там ближе, чем другая, да? То есть, это все действительно можно анализировать, и с этим действительно можно работать. Вот. Вопрос о контенте ногайских активистов в социальных сетях. На каком языке выходит больше контента? На ногайском или на русском? Насчет контента очень низкий процент многоязычных в силу того, что подавляющее большинство активистов в сетях составляют а. молодые, б. те, кто родился в миграции. Вот. То есть, это люди, которые родились вне там Карачаева, Черкесии, Дагестана, где язык изучается. Вот. В Новом Оренгое, в Сургуте, там, в Федоровском. Они просто не учили языка. Вот. И им комфортнее писать, общаться на русском языке. Вот. При этом активно вмешиваются в разные дискуссии все больше, все чаще турецкие ногайцы. И вот что интересно, они пишут по-ногайски латиницей, но сейчас вот есть очень интересные лидеры среди турецких ногайцев, которые осваивают кириллицу. Вот. То есть они понимают, что литературная норма, ну, так вот случилось, что литературная норма существует в России, она на кириллице. И вот есть такой Джимиль Судьбаш, например, из Турции, из Анкары. Он очень активно и очень хорошо использует кириллицу. То есть для него это уже вот практически вот родная письменность, собственно говоря. Обсуждаются ли какие-то гуманитарные вопросы, связанные с языком, литературой, искусством? Насколько популярен в этих обсуждениях образ кадрии? Вопросы гуманитарные активнейшим образом обсуждаются в сети. И вопросы языка, вот я говорил про курсы, которые та же самая молодежь организует. Да, то есть она нуждается в языке, она же и организует. Ну вот. Литература, искусство, образ кадрии, спасибо, что вы о нем вспомнили и упомянули. Это действительно очень такой хороший образ. И в сетях он очень популярен. Фильм «Кадрия» сняла Кожаева, вот редактор республиканской газеты в Дагестане. Этот фильм произвел просто фурор. То есть она с ним ездила и в Новый Уренгой, и, насколько я знаю, и в Сургут в места эмиграции, в миграции нагайцев. И этот фильм просто произвел фурор, потому что этот образ очень близок к нагайцам, своей трагичностью и своей чистотой и так далее. То есть это прекрасный образ, который в сетях очень хорошо работает. вы говорили о проказахских взглядах некоторых сил в среде нагаев. Как относятся к этому власти Казахстана и пользуются ли они этим в отношениях с Россией? очень прекрасный вопрос относительно Казахстана. Вы знаете, вот те, кто критикуют про казахскую партию, они делают это, конечно же, небезосновательно. И вот одним из оснований является то, что во-первых, в публикациях эпоса наследия средневековых поэтов в Казахстане перестали упоминать о нагайском происхождении и эпических произведений, и вот этих средневековых нагайских поэтов. То есть их просто называют казахскими. Вот Досмамбет Азовский казах, казахский поэт средневековый. Вот и точка. То есть нет вообще никакого упоминания о том, что он был нагаем, что он жил на Дону, как известно, в Азове. Но самым серьезным ударом для позиции проказахской партии был визит султана Абишевича Назарбаева в Казань. Я сейчас точно не помню, когда он случился, но вот в Казани, будучи в Казани, он сказал татарам, вы знаете, вот у нас очень много общего с вами, в Казани царствовала царица Суимбике, которая, как известно, была казашкой. Это было сказано президентом в то время Казахстана. Вот. То есть то, что она была дочерью Ногайского Бия Юсуфа и так далее, все это было забыто и было сказано, что она была казашкой. То есть фактически вот эта идеология общности происхождения, того, что там единый разделившийся народ и так далее, она находит вот в том числе и такого рода последствия, скажем так. То есть это же не просто Нурсултан Абишевич сказал, это ему референты написали, то есть референты, которые следят за всем этим и так далее, и так далее. То есть это находит отражение вот в том числе и в какой-то в каких-то высших кругах Казахстана и используется тогда, когда это нужно. Вы упоминали о том, что юртовских Нагаев и Нагаев Карагаши записали в татары и в школах они до 1970-х годов изучали татарский. Но ведь это была общая практика для России 20-го века. Так, например, в Старопольской губернии в русских туземных школах туркмены до 1910-х годов изучали в качестве родного языка Нагайский и татарский. Да, действительно, это было... В Старопольском крае ведь туркмен часто объединяли в число Нагайских народов. Даже я встречал такую формулировку, что вот туркмены входили в число Нагайских народов. Ну, кому только не причисляли. Хотя в основном действительно все считались такими татарами. То есть для чиновника легче было всех обозвать татарами, назвать татарами, простите. Ну вот, чем там разбираться, кто из них кто. на мой взгляд, вот, кстати, вот это вот переход Нагайцев на Йокане от Джокане, да, оно тоже возникло благодаря... Потому что еще в 19 веке вот Нагайцы, которые жили в Междуречии Сулака и Терика, они имели диалект Джокающий. Ну вот, и вдруг они там стали Йокать, да, мне кажется, что это тоже происходило из-за системы, в значительной мере системы образования, которая была основана на вот каких-то книгах, может быть, из Казани, то есть мне кажется, что вот эта вот система исламского образования, она тоже играла большую роль на каких-то таких изменениях языковых. Вопрос о Крыме. Можно ли рассматривать копчакоязычных крымских татар, как Нагаев, в отличие от агузоязычных крымских татар? Относительно Крыма, вы знаете, копчака, говорящий крымский татарин, это по происхождению Нагай, точно. Причем там очень четко все определяется, потому что именно в Крыму сохранился джокающий диалект, литературный Нагайский язык, он основан на йокающем диалекте. А в Крыму сохранился как раз вот этот самый джокающий диалект, такой вот копчакский, копчакский, вот, и этот джокающий диалект выделяет Нагаев из числа Яловойлу и Татов, да, потому что и те, и другие йокают. Вот, и вот этот вот джокающий Нагайский диалект, да, среди крымских татар, он прям вот четко их выделяет. Есть ли контакты между Нагайскими сетями и этнической группой Нагаев Крыма? Если да, то каким образом осуществляются эти контакты? Отношения с Нагаями Крыма, они очень деликатные, и вот Нагайские сети к ним относятся очень деликатно, потому что вы знаете, что Нагаи были очень своеобразной группой крымских татар до изгнания с Крыма, до депортации, после депортации, собственно говоря, Нагаем, как сказать, ну, даже сами Нагаи не очень свою идентичность демонстрируют, скажем так, да, потому что есть общее мнение, что мы все крымские татары, нам надо быть едиными для того, чтобы решать проблемы, которые у нас есть, а проблем у крымских татар действительно очень много, вот, и в этом смысле вот Нагайские сети непосредственно с крымскими Нагаями взаимодействуют, есть очень тесные связи, но без вот такого, чтобы, ну, допустим, вот с юртовскими татарами, да, которых записали татарами, которые сейчас возвращаются к Нагайской идентичности, там, ну, вот, совершенно нормальный разговор, что, да, вот вы Нагай, да, мы вас признаем, вы вот будете, если записываться, то это очень хорошо, мы признаем юртовский диалект и так далее. С крымскими Нагаями вот, как бы, этого нет, то есть со стороны Нагайских сетей полное понимание того, что, да, Нагай и Крыма не будут записываться Нагайцами, да, просто в силу того, что они часть сейчас уже того народа, который переживает очень много там проблем, вот, и вот в этом смысле есть некая такая гибкость сетей, скажем так, да, то есть гибко выбирается тактика в отношении разных групп, собственно говоря. Кроме Нагайской общины в Турции существуют и общины других народов, таких как крымские татары, адыги, кумыки. Есть ли взаимодействие между этими общинами? Может нужно провести общее подробное исследование по всем подобным общинам Турции? Относительно Турции, да, конечно, есть очень серьезные взаимоотношения между общинами и часто эти общины взаимопроникающие, ну, в частности, например, Нагайская и Крымско-Татарская общины в Турции, они очень по многим параметрам пересекаются и часто вот Нагайцы, например, особенно те, которые были переселились в Турцию с территории Крымского ханства, они очень часто себя называют Татар, вот, то есть они говорят, что Нагайцы, они используют джокающий Нагайский диалект, но при этом часто называют себя Татарами, то есть вот не отделяют от крымских Татар, собственно говоря, от Татов и Алабойло, да, вот, и это вот очень интересная такая вот ситуация, когда некая такая, ну, очень серьезные взаимопереходы в плетение и так далее, это очень интересно, вот, и мне кажется, что вот вы совершенно правы, что необходимо комплексное исследование этих общин, вот, среди представителей Нагайских сетей есть это понимание относительно Нагайцев, кстати, и вот я надеюсь, что как-нибудь этот проект будет осуществлен, то есть понимание того, что это исследование необходимо произвести есть. Насколько Нагайбаки, будучи христианами и юридически отдельным народом, вписываются в проект объединения Нагайцев? Насчет Нагайбаков, вы знаете, вот я очень четко, очень пристально вернее, слежу за тем, какие дискуссии ведутся в Нагайских сетях, в Нагайских сетях вообще нет идеи о том, что Нагайцы и Нагайбаки это один народ, вообще нет этой идеи, то есть в Нагайских сетях есть четкое понимание, что Нагайбаки не Нагайцы, вот, и более того, я слышал, вернее, читал обсуждение, что Нагайбаки даже, ну, то есть по названию может быть что-то там близкое, но вот по своему этногенезу признается, что это не Нагайцы все-таки, вот, вот на сегодня это такой взгляд, поэтому никогда особо, по-моему, только вот Глухов что-то писал про гвардейцев в Суэмбике, да, книгу, вот, но среди Нагайцев достаточно, по-моему, прохладно относятся вот к этой идее того, что Нагайбаки и Нагайцы это вот якобы один народ. То, что Нагайбаков не рассматривают как часть Нагайского народа, связано с христианским вероисповеданием? Не только, не только, не только, нет, это не только их христианство, а просто вот, то есть нет каких-то каких-то свидетельств исторических. Очень Нагайская идентичность, дело в том, что Нагайская идентичность очень сильно завязана на историю. Вот, то есть и именно поэтому вот этот вот спор, кстати, вот относительно юртовцев и карагашей, да, то есть здесь приводятся исторические, в Нагайских сетях приводятся исторические сведения, что это вот Нагайи, что они связаны с Нагайской Ордой. У Нагайбаках нет таких сведений, что они связаны с Нагайской ардой. Как сами Нагайбаки относятся к единству с Нагайцами? Я не слышал, чтобы они тоже тепло относились к этой идее. В какой степени исламский фактор может стать рабочим в вопросе объединения Нагайцев? Насчет того, насколько исламский фактор станет работающим в плане объединения Нагайцев. Исключительно на исламском факторе, конечно же, это объединение не состоится. А исламский фактор как один из рассматривается. И здесь четко выделяется ханафитский масхаб. Потому что в Дагестане Нагайцы себя очень четко выделяют. Вы знаете, в Дагестане есть кумыкоязычные Нагайцы, например. В Бабаюртовском районе поселок Сулак, который относится к Махачкале. Эти Нагайцы себя отличают именно ханафитским масхабом. Кумыки шафиты. Нагайцы ханафиты. Это очень четкий дифференцирующий фактор. То есть в исламе же и находится этот вот этно-дифференцирующий фактор. Есть ли в Нагайских сетях разделения на этнические и конфессиональные? То есть если человек занимается национальными вопросами, то он больше Нагаец, а не мусульманин. Или наоборот, если он погружен в религиозную деятельность, он больше мусульманин, а не Нагаец. Существует ли такое разделение? Есть ли деления в сетях на этно- и конфессиональные? Есть ли эта грань? Она очень тонкая. И вот эти сети взаимопроницаемы. То есть там какой-то вот прям четкой грани нет. То есть они часто очень взаимопроницаемы. И есть, то есть практически всегда, если человек в миграции, он и исламский активист, он же и активист этнический. Вот. И как раз вот для Нагайского движения это стало очень актуально связать эти две идентичности, этническую и религиозную, потому что они очень хорошо работают вот этой задачей собирания народа, да, рассеившегося. Вот. Это очень хорошо работает. И именно поэтому вот такая вот спайка активно происходит. Вот. Вы сказали, что религиозные и этнические сети во многом взаимопроникающие. А вот что касается неформальных лидеров среди Нагайцев, они скорее религиозные или этнические? Ну да. Ну вот я пытался сказать, что это вот такие взаимопроникаемые, да, но, как правило, религиозный лидер все-таки старается оставаться религиозным, а этнический лидер все-таки старается оставаться по большей части этническим. Вот. С Нагайской общиной в 2018 году случилось так, что вот один из лидеров сетей стал, просто очень сильно отказывался, но все-таки стал лидером этническим. Вот. Вот этого самого вот Нагайского этнического какого-то движения, которое в том числе как-то там должно взаимодействовать с городскими властями, потому что городские власти хотят, чтобы этнические сообщества были представлены на всяких праздниках, субботниках и так далее. Ну вот. Но это было скорее все-таки исключением, чем правило. То есть все-таки пытаются вот на уровне лидерства как-то вот разводить эти вещи. Но при этом человек, будучи активным участником религиозной сети, может быть не менее активным участником этнической сети тоже. Вот я знаю, например, двух, вот Нагайка, например, и чеченец, да? Они очень активно участвовали в религиозной сети, издавали даже газету исламскую. Вот. При этом один из них вот лидер чеченской организации, вторая активная активистка Нагайского движения. Вот. То есть это вот прям такие вот взаимопроницаемые сети, абсолютно нельзя вот четко отделить там человека, сказать, он вот из религиозной сети, а этот вот из этнической. Почему крылатая волчица воспринимается как неисламский символ? Насчет крылатой волчицы, ну, она воспринимается как неисламская, потому что там как бы такой отсыл к тюркским временам, к тем тюркским временам, да, ранним. Это вот голубое полотнище, собственно говоря, да, волчица как символ тюрков, крылья эти, и вообще изображение, скажем так, да, хоть и фантастического, но живого существа. Вот. И как бы вот это все, и плюс еще вот масло в огонь, на мой взгляд, подлило инициатива связанных с Турцией и нагайцев поставить памятник этой крылатой волчице в Тереклимик Тебе, в райцентре Ногайского района. Несколько лет назад была такая инициатива, и как раз после этой инициативы неприятие усилилось, да, этого символа, именно вот поскольку вот было вот это ошибочное решение принято, да, поставить памятник. Вот. То есть до этого как-то вот достаточно толерантно относились люди, но вот после этого случая как бы вот как отрезало. То есть очень многие стали относиться резко и нетолерантно к этому символу. Вот. Хотя этот символ тоже, он, как и все остальные символы, он изобретен, да, то есть он был в позднесоветское время изобретен, нагайскими художниками нарисован, вот. Но вот он воспринимается сейчас как все-таки не исламский. И конфессиональный вот этот вот момент очень активный. В татар и казахов наблюдаются попытки возврата к тенгрианству. Или, по крайней мере, обращение к нему. Есть ли подобные процессы среди нагайцев или же тенгрианцев вычеркиваются полностью из современной жизни? Да, оно, понимаете, оно не вычеркивается, это наша история. Но это не актуально. То есть, да, вот такой подход. То есть мы не можем это вычеркнуть, потому что это наша история. Вот. Но не актуально. То есть есть другая актуальная повестка, есть исламская. И тенгрианство, кстати, среди нагайцев совершенно не популярно. Есть отдельные там люди, которые себя тенгрианцами позиционируют, но это полнейшие маргиналы, у которых нет сколько-нибудь там значимых последователей. То есть нагайское сообщество сегодня практически гомогенно исламское. Насколько велика роль и потенциал наследие таких нагайских религиозных деятелей, как Абдрахман Умейров, Ахун Казакай, Сейд Баба в вопросе объединения нагайского народа? Я бы сказал бы, что вот потенциал этот огромный, и об этом говорит, кстати, вот то, что наш духовный лидер, один из духовных лидеров Ильдар Хазрат Даиров сейчас находится в Булгаре, и как раз делает доклад о значении наследия Умерова. То есть понимание того, что наследие надо изучать, и это наследие может сыграть огромную роль в собирании вот этого территориально разобщенного нагайского народа, я думаю, что это понимание, во-первых, это понимание есть, и это очень ценно, и во-вторых, я думаю, что действительно это может сыграть вот огромную роль вот в этом собирании и объединении нагайцев, потому что действительно про Умерова, ну да, кто-то из интеллигенции нагайской знает, но вот донести это до широкой, да, нагайской общественности действительно одна из очень серьезных и актуальных задач, на мой взгляд.